друзья сегодня у нас в студии человек которому мы всегда рады наш товарищ наш соратник стойчив александр он живет в болгарии сегодня у нас очень интересная тема богомельство скобочках крестьянство и коммунизм александр вам слово здравствуйте дорогие друзья я снова пришел в школу здравого смысла чтобы пообщаться с вами и принести хорошую новость что наш мир меняется он меняется очень быстро я бы сказал каждый час не каждый день и совсем скоро мы будем жить в новом прекрасном мире и все мы с вами в этом должны участвовать то есть мы сначала должны увидеть этот наш прекрасный мир мы всегда жалуемся что мы живем в какой-то чужой матрицы и что нам в этой матрице не очень комфортно так давайте же мы с вами и увидим этот наш мир в котором мы хотим жить вот как мы представляем себе этот мир он зависит только от нас потому что мы своей мыслью и своим чувством творим реальность вот я долгие годы занимаюсь историей не для того чтобы распространять какие-то лживые концепции не для того чтобы манипулировать сознанием людей и не для того чтобы с каким-то прошлым возбуждать какие-то негативные чувства людей потому что история написана в концепции разделяй и властвуй и в этой концепции люди должны найти врага где-то в истории и начать ненавидеть этот народ или там своих соседей и так далее вот и сказать вот они нам или они мне вот то 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 сделали но простите это же не так это не нам и это не они это было когда-то далеко во времени этого не существует это очень глубокий манипулятивный момент в истории мы живем здесь и сейчас и если мы занимаемся история только для того чтобы увидеть каков был ход этой истории как духовно развивались наши предки что они оставили в наши энергоинформационные гены чем мы можем пользоваться и как нам построить этот новый светлый мир в которой все мы хотим жить вот только для этого я и занимаюсь историей и поэтому я выбрал такую тему потому что о богомельстве русским почти ничего не известно и болгарам до скорого времени тоже ничего не было известно о коммунизме после распада советского союза я думаю что тоже молодому поколению почти ничего не известно но мы старшее поколение мы жили в этом социалистическом строе и мы знаем что там было и как мы жили и об этом мы можем рассказать я хочу сравнить эти как сказать коммунизм является какой-то общественно политической формации богомельство это учение это учение как воплощать учение христа потому что оно пришло в десятом веке вот в духовном мире получается так что для каждого поколения надо духовное учение адаптировать вот и христос пришел две тысячи лет назад потом в десятом веке пришел один из учителей высших учителей его звали буян и он адаптировал учение христа еще раз если вы посмотрите то в этом девятом десятом веке тут исторической хронологии не очень следует доверять потому что там переписываем все эти наши ваши их источники но все-таки где-то в этом периоде девятый десятый век появилась появился католицизм православное христианство богомельство в россии появился ислам так что это вот такой ключевой момент для духовных учений потом прошло еще тысячи лет и снова нужно было адаптировать нашего поколения и вот так потому что каждое поколение имеет свой свои задачи имеет свои цели имеет свой уровень эгоизма потому что мы не знаем как чувствовали наши предки вот мы сейчас говорим какой каком-то днк наших предков но это же все таки днк тело а вот наши энергоинформационная днк это наши родовые корни мы же такой информации не имеем с этих исследований тут надо иметь свой контакт с высшим миром чтобы получить такую информацию и мне очень очень хочется чтобы все мы совсем скоро получили такой контакт потому что иначе мы слепые и доверяемся каким-то авторитетам которые за последний век показали что они нам врут по черному вот так когда начинался серьезный переход в котором мы сейчас живем мы думаем что переход начинается только сейчас и вы посмотрите что есть такие периоды тысячи лет и есть такие периоды по сто лет вот я зачитаю информацию с духовного учителя бинсадуно о котором я говорил на прошлой нашей передаче проекте святая русь так вот он сказал так с 1914 года начался суд над этим миром и продолжится он до 21 века о последствиях не беспокойтесь никакая сила не сможет изменить план бога все пройдут семь раз через огонь и станут послушными умными и добрыми придет время о котором говорил исайя когда волки ягненок заживут вместе тут под словом волки подразумевается снова люди у которых скрытые крюки и когти и которые не рассуждают как люди а только царапаются и кусаются все имеющие место до сегодняшнего дня учения как христианство буддизм магометанство теософия и так далее в их внешней стороне уже сыграли свою роль сейчас приходит новое учение христа которые вас и воскресит на протяжении всего этого 20 века будет суд над этим миром в 21 веке будет восстановлено царство христа на земле так что я думаю что все мы с вами будем свидетелями этого и это уже началось все мы чувствуем простите тут я с телефоном сейчас порой что он время основной теме богомельство и коммунизм что такое коммунизм что такое богомельство те которые жили в социалистическом обществе изучали некоторые из нас высших учебных заведения научный коммунизм и и так далее так что я начну с коммунизма что такое коммунизм я дам ему очень простое определение коммунизм это богомельство без бога богомельство без бога и дальше я дам свои аргументы в богомельстве общности в которой жили люди коммунизм это какое-то создание каких-то общин каких-то общности они очень были похожи на христианские общности только различались принципами их создания потому что в христианском учении нет насилия вот коммунисты пришли по другим принципам и они приложили очень много насилия приходя к власти и потом удерживая эту власть духовный учитель бенесадуно говорил что когда мы пускали коммунистов на землю они обещали что они не будут употреблять насилие но не сдержали своего обещания вот их строй просуществовал 75 лет коммунизм это коммуна это община община общность общество у богомилов или богомилов есть другое наименование термин совсем разный общий ария то есть это общность чистоты общность любви потому что чистота это качество любви святость это качество ума когда мы на прошлой передачи говорили что бог ария и россия это синонимы мы должны были заметить что творец и чистота поменялись местами то есть бог ария это сначала святость то есть сначала ум а потом ария чистота а у россии сначала чистота а потом творец то есть россия должна пойти по пути любви любовь это сначала часть сначала сердце чистота это качество сердца и поэтому вот я как сказать делаю пожелание школе здравого смысла чтобы она стала школой любви и здравого смысла тогда она будет школой мудрости вот общий ария это общность где главенствует чистота и любовь общество это просто механическое собрание людей общность то же самое и поэтому наш язык содержит очень точное определение если знать содержание слова то это уже код другим измерения коммунизм коммунисты руководствовались трудом карла маркса капитал и я всегда задумывалась почему трудящиеся должны руководствуются произведением который называется капитал я всегда думал что для трудящихся кто-то должен был написать произведение которое называется труд они задумывались надо над этим а тут вдруг коммунисты взяли на вооружение труд капитал и начали строить общество трудящихся это очень эзотерический вопрос это очень глубокий эзотерический вопрос потому что на планете на которой мы живем работают очень мощные силы сдерживания когда-то их называли силами тьмы но сейчас их называть силу сдерживания которые тысячелетиями оттачивали свои инструменты и очень хорошо владеют искусством манипуляции сознания людей так вот написав для коммунистов произведения капитал они указали им образ врага а когда есть враг то вся энергия всех этих прекрасных людей уходит в энергоинформационное поле или так называемый эгрегор именно этого врага на уровне математики младших классов это можно выразить следующей формулы минус 1 плюс минус 1 равно минус 2 поэтому христианстве непротивление злу это основная заповедь потому что когда человек борется и с чем он борется он отдает ему всю свою энергию потом поэтому был написан для коммунистов труд капитал что такое капитал это маркс процитировал одного интересного англичанина называется томас джоузеф даннинг все думают что это сказал маркс но он в своем туре капитал процитировал его так вот о капитале он сказал так капитал говорит квартли ревью это влиятельный журнал который был 19 веке просуществовал до второй половине 20 так вот капитал как говорит квартли ревью избегает шума и брони и отличается боязливой натурой это правда но это еще не вся правда продолжает томас даннинг капитал боится отсутствие прибыли или слишком маленькой прибыли как природа боится пустоты но раз имеется в наличии достаточная прибыль капитал становится смелым обеспечьте 10 процентов и капитал согласен на всякое применение при 20 процентов он становится оживленным при 50 процентах положительно готов сломать себе голову при 100 процентах он попирает все человеческие законы при 300 процентах нет такого преступления на которые он не рискнул бы хотя бы под страхом веселиться контрабанда и торговля рабами убедительно доказывает вышесказанное и вот после девяносто первого года мы живем в мире победившего капитализма а это его лицо мы видим в каком мире мы попали и так как две идеологические системы фашизм это идеологические системы двадцатого века фашизм был отстранен в сорок пятом году коммунизм или социализм был отстранен в девяносто первом году они ушли с исторической сцены и остался либерализм вот тот самый победивший капитализм который победив хотел нам рассказать что это единственный вариант в котором может продолжать развиваться наша цивилизация и как-то совсем скоро была написана и книга клауса шваба ковид 19 great reset великое обнуление это возрождение капитализма того же самого который должен остаться как единственным вечным вариантом для жизни цивилизации на планете земля ну это конечно неверно и так не будет потому что капитализм это путь в никуда это путь в никуда мы живем в мире уже лицемерия и жестокости так говорил наш духовный учитель мы живем в мире в начале двадцать первого века пока мы видим что идут очень серьезные изменения в нашем мире и все те люди которые сейчас разделились снова на два лагеря и используя свои медиа ресурсы пытаются там нанести какие-то удары другому лагерю они забывают что в этом мире есть божественный план и все идет по божественному плану и по божественным законам есть такой закон что данная сила какой большой бы она не являлась если она не выполняет божественные законы она встретит другую силу которая будет мощнее и это другая сила ее и уничтожит то есть сила которая не соблюдает божественные законы какой бы большой она являлась она встретит более мощную силу которые ее и уничтожит и это нужно знать и не только знать но и понимать что сейчас происходит в нашем мире так капитал был написан как оружие коммунистов в концепции разделяй властвуй чтобы коммунистам показали образ врага и чтобы вся эта энергия этих чистых людей ушла к тем которые создали эту концепцию потому что коммунизм создавался конечно не в россии было несколько центров в которых создавался этот коммунизм в русской истории сейчас современной уже есть очень много информации кто как прибыл кто на какие деньги прибыл в россию но самое главное которое волнует меня что как-то никто не рассуждает на на тему а что же народы россии там было 300 народов в этой империи кто-то думал за них из-за рубежа они что совсем не умели думать кто-то финансировал революцию 17 года из-за рубежа а как же сами народы россии что они делали они ждали что кто-то за них что-то сделает понимаете что это совсем не так просто самый главный источник этого импульса был образ исторической сцены потому что в россии жили народы которые имели свои духовные учения которые имели свои традиции духовные и кто-то с ними очень жестко расправился и не перестали существовать эту тему нужно изучать потому что там очень сильные в россии богомельской традиции я уже говорил на этой теме не буду повторяться потому что времени сейчас немного богомилы на территории россии назывались староверными или крестьянами и поэтому в россии были крестьянские восстания и крестьянские войны они не хотели принять то что приходит запада запада всегда приходит рабство на землю свободных людей которые жили в гармонии со всей вселенной с творцом и которые жили в гармоничных общий ариях запада пришли графы которые являлись если прямо если прямо сказать то они пришли закрепостить этих людей и отнять у них землю и свободу так и было сделано вот и эти люди я думаю что не согласились с этим положением и революция 1917 года была не только из-за рубежа и над этим надо очень хорошо подумать вот но вот это надо очень хорошо понимать что борьба это основной инструмент зла борьба это основной инструмент зла если обратиться к духовным законам я сейчас процитирую один текст который очень важно и вы поймете почему кто-то написал для коммунистов труд не труд произведение капитал они труд потому что для трудящихся для рабочих нужно писать произведение труд зло часто не просто стремится к добру она его атакует желая передать желая переделать его на свой лад или вовсе уничтожить зло в вашем мире активнее добра и поэтому ваш мир пока остается не гармоничным наполненным негативными энергиями подумайте а что случится если добро начинает атаковать зло начинается борьба добра и зла собственно именно это и происходит в нашем мире добро подвергаясь атаками зла атакует в ответ начиная борьбу но все дело в том что зло только и ждет этого борьба всегда выгодно только злу потому что борьба эта форма существования зла в вашем негармоничном мире и мирах подобных вашему борьба эта энергия благодаря которой зло растет развивается и становится совершеннее бороться со злом это все равно что заливать пожар бензином после распала советского союза тоже создались очень интересные течение учения которые тоже основывались на образе врага но этот закон нужно понимать очень четко что минус 1 плюс минус 1 всегда минус 2 если минус 1 плюс минус 100 это уже минус 101 но плюсом никогда не станет это нужно четко понимать потому что в духовном мире это так понимать и не делать больше таких ошибок потому что если мы хотим развиваться в правильном направлении мы должны иметь собственное духовное учение а духовные учения они не придумываются в этом мире людьми духовные учения приходят с высших миров через духовных учителей через тех которые могут видеть в духовных мирах и у каждого человека есть совесть чтобы почувствовать своим сердцем какое духовное учение является для него аутентичным какое духовное учение приведет его к любви гармонии и мудрости так что будущее нашего мира именно в таком развлечении развлечения сердцем если я уже несколько рассказал том произведение которое должно было быть в руках у коммунистов оно было в руках у богомилов это произведение в этом произведении мы должны говорить о труде потому что на наш земле есть разумная жизнь мы представляем из себя разумные существа что это такое это живой разум мы являемся разумной энергией информации который проявляется в нашем мире как свет более высокая частотно вибрирующий свет это более тонкие миры низко частотно вибрирующий свет это плотные миры в которых мы живем вот или измерения мы это очень четко должны знать что все в нашем мире это живой разум это первый герметический закон наш мир ментален и все является живым разумом или в православном христианстве это живое слово потому что когда-то не было слова информации когда информация была словом мы живой разум на этой планете все является живым и разумным и если на этой планете есть какие-то блага то эти блага являются нам подаренными живой планеты потому что планета тоже живая мы берем эти блага у живой планеты мы сами которые являемся живым разумом берем эти блага у живой планеты и это взаимодействие называется трудом или творчество вот в новом богомельском учении о которыми я всегда говорю записано так есть три фазы этапа человеческой деятельность я употребил слова труд потому что мы это слово знаем мы к этому слову привыкли а сейчас посмотрим что у этой деятельности есть немножко более глубокий смысл так вот есть три фазы человеческой реятельности мучения труд и работа в процессе исторического развития человечества есть три этапа человеческой деятельности. Мучение, труд и работа. Мучение предназначено для животных, труд для людей, а работа для ангелов. Труд – это обязанность. Человек трудится, чтобы заработать себе на припитание. В работе есть радость, художник работает и поэт, создавая свои произведения, тоже работает. Для работы нужны минимальные усилия с наименьшими затратами энергии. При труде расходуется очень много энергии, а при мучении еще больше. То есть труд – это когда ты работаешь, чтобы заработать себе на жизнь. А работа – это когда человек альтруистически делает что-то для других. Скрипач, когда идет на концерт, в концертный зал и за это ему платит, он трудится. А когда он идет, скажем так, в выходной день на площади, играет для людей, чтобы их повеселить, без денег, он работает. Работа показывает, что ты освободился от труда и от мучения. Мучение – это спускание вниз. Труд – это восхождение вверх, а работа – это пребывание в высшем. Мучение является рабством, труд – прислуживанием, а работа – свободой. Я сказал, труд – по обязанности, а работа – по свободе. Ты уже свободен от своей кармы. Когда ты не свободен – это труд, а когда ты свободен – тогда это работа. Рисуешь, поешь, пишешь и работаешь физически, но никто тебя не принуждает и ничем тебя не обязывает. Сразу из мучения к работе не перейти. Человек должен пройти через труд. И поэтому в нашем языке труд, трудности предполагает, что есть какой-то серьезный затрат энергии и что есть какие-то препятствия. В наше время люди рассматривают это в разделении. Они не знают, почему нужно пройти через мучения, труд и работу. Сегодня скрипач играет за деньги, пекарь печет хлеб за деньги, обувщик делает обувь за деньги. Сегодня все делается за деньги. Природа с любовью относится к тем, которые мучаются, которые трудятся и которые работают. Но не стоят без дела. Если ты находишься в мучении, ты в физическом мире. Если ты трудишься, ты в духовном мире. Если работаешь, ты в божественном мире. Вот такое произведение, если бы было написано для тех, которые стремились жить в гармоничном обществе, они бы жили совсем по-другому. В их сердце горела бы любовь к ближнему. И тогда христианские принципы, они бы не только говорились и проповедовались в каких-то храмах, они бы воплощались в жизнь. Потому что то, что появляется в наших мыслях, мы должны воплотить в жизнь, а не просто о нем говорить. И я хотел бы сказать, я не знаю, имею ли на это право, но так как наш мир входит в какую-то турбулентность, мне бы очень хотелось, чтобы вы меня услышали. И когда в нашем мире станет очень трудно, те люди, которые имеют доступ к организационным и финансовым ресурсам, они должны обеспечить право каждого человека трудиться. Потому что это трудиться и работать, если говорить по этому учению. Потому что если оставить людей без работы, то они теряют смысл жизни. И это энергоинформационное поле любви, энергоинформационное поле взаимодействия между людьми и между людьми планеты, оно теряет свою интенсивность. И в самые трудные времена каждому человеку нужно обеспечить работу. Мы видим, как в Германии выходили из Великой Рецессии, в многих других странах. И если сейчас что-то подобное случится, то основной акцент должен быть направлен туда, чтобы не оставлять людей без работы. Чтобы они работали и проявляли свой творческий потенциал. Я думаю, что это очень важно, и над этим нужно задуматься. У тех людей, у которых есть власть и финансы. Потому что мне бы не хотелось, но эти времена могут прийти. В богомирских рассуждениях моих мне бы хотелось затронуть еще одну тему. Это тема о деньгах. Откуда появились деньги? Есть труд, это жизненный потенциал людей, которые взаимодействуют с планетой. То, что они приобретают как блага из нашей планеты, мы называем овеществленным трудом. Александр, можно я тебе перевью? Тема денег, она очень-очень интересная. Может быть, мы отдельно эфиры сделаем на эту тему? Я только в нескольких словах, чтобы люди поняли, что это такое. Откуда появляется этот инструмент? Потому что есть овеществленный труд. То есть человек трудится на заводе, там никаких денег нет, там просто человек трудится. Или там на поле, там есть труд и есть какой-то живой продукт нашей планеты, какой-то овеществленный труд, который необходим нам для нашего развития, как цивилизации людей. Правильно? И вдруг появляется какой-то инструмент. Этот инструмент появляется в процессе обмена вот этими продуктами. Этими товарами. В болгарском языке, кстати, слово «товар» означает «груз», «нагрузка». Так вот, и вот этот инструмент, он появился, чтобы определить, какие усилия человек прилагает на пользу общества. И больше ничего. Это просто индикатор усилий человека на пользу общества. Все. Это определение денег. Все остальное – это уже инструмент доминантности. Это инструмент власти. И за этими деньгами стоит жизнь людей. За каждой банкнотой или цифрой стоит жизнь людей. Потому что человек теряет некоторую часть своей жизни вот в этом процессе труда. Так что это очень хорошо нужно знать. И это просто инструмент. Вот этот посредник как-то вдруг… Это уже будет, наверное, другой разговор. Может быть, не со мной. Но этот посредник как-то вдруг стал самым главным на планете Земля. Он не участвует в процессе труда и работы. Там его просто нет. Он появляется в процессе обмена жизненными потенциалами людей. В процессе обмена овеществленного труда. Об этом очень хорошо нужно подумать. И когда болгарские богомилы в своем учении определяли вот этот эквивалент обмена жизненным разумным потенциалом людей и планеты Земля, они определили такой объем, назывался крина, скажем, ведро. Ведро пшеницы. Жизнь за жизнь. Потому что эту пшеницу можно посеять. И она живая. По-болгарски пшеница называется житу. От слова жить. Она живая. Жизнь за жизнь. И потому что слово богатство – это от слова бог. Так как жизнь имеет качество расти, распространяться. Сознание имеет свое качество расширяться, потому что это разумная жизнь. А вот, скажем так, плотная материя, она не имеет этого качества. Если пшеницу посеять, там из каждого зерна будет 10 зерен и так далее в геометрической прогрессии. А вот, скажем, возьмем компьютер или машину, от нее одни убытки, она вторую машину не даст никогда. Да, понимаете? И это уже бедность. Бедность – это слово беда. Потому что только в божественном разуме есть увеличение богатства. Так как самый богатый – это творец. Творец – это тот, который сотворил все вселенные. Творец – это тот, который сотворил жизнь. Так что нормально, что в слове богатства слово бог является корневым. Тут от денег ничего. Это все нам внедрили определенные психовирусы, чтобы мы думали в неправильном направлении. Когда мы говорим о коммунизме, когда мы говорим о богумильстве, возникает и вопрос собственности. Там в коммунизме обсуждался этот вопрос. Что собственность бывает общественной, бывает приватной или личной. Но там как-то не обсуждалось, что собственность, она бывает и божественной. Собственность того, кто сотворил все эти вселенные. Того, кто сотворил жизнь. Какое же мы право имеем распоряжаться так, как мы распоряжаемся этой разумной жизнью. Это очень глубокие вопросы, над которыми мы должны задумываться, если мы хотим быстро прийти к тому состоянию цивилизации, к которому она придет. Потому что, когда составляются божественные планы, мысль, она действует мгновенно. Если Творец подумал сотворить этот мир, который пребывает в гармонии любви, то это мгновенно так и случилось. Чтобы мы смогли во все это участвовать на основании сотворцов, для нас растянули время, чтобы мы могли все это осознать и научиться, как это делать. И древние духовные учения, и современные говорят во всех, кстати, традициях, говорят об одном и то же. И я думаю, что очень много уже пробужденных людей, которые это чувствуют своим сердцем и это хорошо понимают. И последнее, что я хотел сегодня сказать, это вопрос о хлебе. В учении новых богомилов говорится, что есть те блага, без которых мы жить не можем, без которых не может жить наша цивилизация. Это слово, свет, воздух, вода и хлеб. Это все божественные блага, которые даны нам бесплатно. А вот мы все эти божественные блага начали продавать. Мы продаем слово, мы продаем воду, продаем хлеб. Мы начали продавать свет, мы не продаем пока еще только воздух. Мы продаем то, что нам не принадлежит. И поэтому карма нашего мира пока еще такая тяжелая, пока мы еще не одумались. Но вопрос о хлебе. Вот тут были такие рассуждения, что нельзя заморозить цены на хлеб. А вот как вам такая идея, что хлеб вообще-то должен быть бесплатным для всех? И сейчас я зачитаю. Говорю вам, проповедуйте всем людям, хлеб должен быть бесплатным. Так сказал Бог-творец изначально. Я не говорю, что новая идея давать бесплатный хлеб людям будет принята сразу. Важно, чтобы эта идея проникла в человеческий ум и начала продвигаться. Не должно остаться никакого воспоминания от мысли, что хлеб нужно продавать. Нужно создавать такую статью в Конституции, согласно которой хлеб должен быть бесплатным. Болгария должна стать первым таким государством, воплотить божественный закон на земле. Хлеб для людей должен быть бесплатным. Этот закон сможет воплотить только тот, кто абсолютно чист и безгрешен. Кто грешен, не только не сможет воплотить этот закон, но создаст худший. Значит, только мудрый, праведный и благородный сможет воплотить этот закон. Моё послание сегодня, вот затронув эти очень глубокие темы, я не смогу так быстро углубиться в эти очень глубокие темы, но две вещи мы хорошо должны усвоить, чтобы у нас всё получилось и получилось малой кровью. Это, что у каждого человека, каждому человеку должно быть дано право трудиться, чтобы люди были вместе и смогли раскрыть свой творческий потенциал, как это было тысячелетиями, когда люди жили свободными, и что хлеб должен быть бесплатным. И над этим надо хорошо думать. И над этим, и под этим нужно подводить законодательную базу. Вот такие мои сегодня послания, чтобы всё у нас получилось. Спасибо. Нет, обошли, обошли. Нет, я не заканчиваю. У меня два вопроса. Один сложный, и второй тоже сложный. Слушаю. Когда я слышу подобного рода описание картин, ну вот, которые, к примеру, ты сегодня описал, когда я слышу о том, что всё идёт в соответствии с замыслом Творца, всё идёт по плану, я от тебя цитирую, что если появляется какая-то сила, которая отклоняется от плана, то появляется в противовес другая сила, которая уничтожает эту силу, ну и так далее. Да, вот постоянно это что-то, борьба, тра-та-та-та-та-та. Если есть план, ну, значит, есть какая-то цель. Если это план Творца, мы можем предположить, скорее всего, что цель какая-то благая. Вопрос следующий. А чего же так всё сложно? Почему Творец сразу вот эту цель конечную, которой, если верить таким картинам, который ты описал, сложным путем? Почему бы сразу конечной цели и не прийти? А как мы тогда станем Творцами? Как мы тогда поднимемся до его уровня, если нам всё подарят? Мы прошли... Секунду, секунду, секунду. Да, если Творец решил создать ещё, так сказать, соцсотворцов. Соцотворцов. Правильно я его даю? Да. Да, соцсотворцов, да, из людей. Он по определению всемогущий. Ему соцсотворцов сделать расплюнуть. Зачем взять каких-то там людишек, у которых в голове там всякие там всякие там мусор, там деньги и т.д. и т.п. и т.п. и т.п. и т.п. и т.п. Из этих людишек их везти, я не знаю, там, миллионами лет какому-то, по какому-то плану, чтобы они стали соцсотворцами. Он что, не... Значит, получается, что он не всемогущий? Или мы просто плана не понимаем? Мы можем только догадываться. Ну, мы, я скажу так, мы являемся авторами этого плана и участниками в этом плане. Просто мы зашли в плотную материю так глубоко, и замысел был таков, чтобы мы забыли, кто мы такие на самом деле. Потому что мы изначально являемся творцами. Мы являемся мастерами по сотворению измерений. Вот это другая очень глубокая тема. Но наш план был таков, чтобы мы забыли, кто мы такие, чтобы мы в этом четвертом измерении, а некоторые души и в третьем, потому что есть и восходящий поток. Поэтому на нашей Земле сейчас... Александр, понятная мысль. Секунду. Вот у нас буквально на днях был эфир, и он, кстати, уже на канале Школы Здравосмысла. Друзья, посмотрите, с Людмилой Стрельниковой. Очень-очень интересная. И мы как раз на эту тему рассуждали. Что такое человек, кто такие люди? И, значит, пять вариантов, кто такой человек. Это спустившиеся боги, или насмешка над богами, или это заготовка для будущего человека, или это буря, так сказать, в пустыне, или это вектор. Вот то, что сейчас, последняя твоя фраза, перед тем, как я заговорил, получилось, что мы, так сказать, спустившиеся боги, которые должны нам до какой-то нижней точки достигнуть, а потом, соответственно, куда-то там к вершинам, к духовным. Да. Ну, та картина, которую мы видим, то, что на планете происходило, происходит, и в ближайшее время будет происходить, это похоже, что мы насмешка над богами, или заготовка для будущего человека. Это не так. Это не так. Просто мы пришли получить опыт в плотных мирах. Зачем? Зачем? Это творцы. Я объясню. Мы сотворцы. Мы творим новые вселенные. Наша цель – сотворить новые вселенные. И этот опыт, который мы здесь в четвертом измерении будем иметь, нам поможет, чтобы сотворить еще более гармоничные вселенные. Мы не те говорящие обезьяны, которые нам объяснили, эволюирующие говорящие обезьяны. Мы являемся не или, 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 или. А это твердо. Мы ангелы с великого центрального сон. Мой вопрос связан был с создателем. Зачем, зачем ему сотворцы, которые еще вот-вот-вот-вот творят вот то, что они творят? Мне непонятно. Все, я вопрос снимаю, потому что я его многим задаю, когда заходит подобного рода разговоры. Мне лично непонятно. А так давайте вы его прямо творцу задайте. Почему сотворцам? Давайте прямо творцу. Он ответит. Хороший совет. Хороший. Так, друзья, вы все слышали. У кого какие-то вопросы есть, задавайте вопросы творцу. Как? Александр нам расскажет в следующий раз. А он нам в предыдущем видео рассказывал, как можно задавать коллективный круг. И, наверное, там какой-то коллективный канал на связи с творцом открывается. Александр, рады были видеть. Я тоже. Вы меня снова пригласили. Тоже благодарю. Приглашаем. Вот как только у тебя появится желание, сразу связываемся, и мы в эфире. Я сразу озвучу следующую тему. По ком звонит колокол? Ну, как-то тревожно. Но я думаю, мы не будем о творчестве Хемингуэя говорить о чем-то более серьезном. А нет, там Хемингуэй процитировал. Там не колокол, а колокола. По ком звонит колокола, по-моему, здесь. Хорошо. Хорошо, эту цитату прочитайте, и потом мы встретимся и поговорим об этом. Хорошо. Да, все. Всех благ. До новых встреч. Спасибо.